Приветствую вас в третьем видеоуроке обучающего курса Знакомство с интернетом. В этом видеоуроке я хотел вам рассказать о том, как скачивать файлы и программы из интернета, потому что наверняка вы этим будете достаточно часто пользоваться. Итак, для начала надо найти тот файл или программу, которую мы будем скачивать. Если вы смотрели мой первый курс обучения, то вы там заметили, что мы устанавливали две программы для проигрывания песен и для просмотра видео. Я их скачал именно с интернета. Итак, как же я их скачал? Программа называется для проигрывания песен VNAMP. Вводим сюда на английском V. Он, кстати, тут дописывает, видите, да? И тут сам спрашивает, скачать бесплатно? Вот нажимаем, допустим, на первую самую ссылку. Скачать бесплатно. И вот нам открывается множество, так скажем, сайтов. Обычно самые лучшие находятся в самом верху. То есть первый в списке – это один из самых лучших. Давайте зайдем на него, посмотрим, что тут. Нажмите просто, и он должен открыться в новой вкладке. У кого-то открывается быстрее, у кого-то медленнее, смотря какая скорость интернета. Так, вот, видите? Бесплатная загрузка, да? Вот вроде отсюда я его и скачал. Вот, нажимаем «Бесплатная загрузка». Платная нам не нужна. Вот выполняется загрузка. Запустить или сохранить этот файл? Нам нужно его пока что просто сохранить. Запускать не нужно. Сохранить. Имя файла. Ну да, тут имя не нужно изменять. Обзор папок – это куда сохранить. Я вам рассказывал в первом курсе, как делать папки. Вы сделаете их, допустим, «Мой компьютер», «Диск D». И назовите эту папку «Программа». В нее мы и скачаем. Программа. Вы сначала ее создадите, а потом зайдите сюда. И нажимаем «Сохранить». Вот происходит процесс скачки. Если интернет, я говорю, медленный, то он может быть достаточно долго идти. Если интернет быстрый, то может и за пару секунд. Вот видите, одна минута. Чем хорошо здесь оно скачивается, и мы можем, так скажем, продолжать гулять по интернету. Итак, программа скачивается. Ну, пускай пока скачивается, я вам покажу еще один способ скачки. Да? Итак, бывает, что задается несколько вопросов перед скачкой. Так, и зайдем на сайт для скачивания музыки. Большой такой достаточно портал. Зайцев нет. Да, вот, зайцев.net. Отсюда мы сейчас будем скачивать музыку. Вот здесь задается несколько вопросов. Для начала давайте... Так, вот это окно рекламки. Это будет достаточно часто вылазить на сайтах, в которых вы будете ходить по интернету. Просто закрывайте их. Так, и заходим в поиск музыки. Выбираем здесь слева поиск музыки. Нажимаем один раз. Сейчас опять, по идее, вылезет рекламка. Это обладатели сайта зарабатывают деньги. В этом, так скажем, нет ничего плохого. Вот. А вот загрузка завершена нашего старого сайта. Запускать нам не надо. Нажимаем закрыть. Давайте свернем. И проверим. Открываем мой компьютер. Куда мы сохранили, да? Диск D. И откроем программы. Вот у меня их тут много. Вот она у меня есть. Да? Вот она у меня есть. Все, в принципе, скачалось нормально. Весит 10,8 мегабайт. Все, да, скачалось. Так, нам нужно найти какую-то песню. Давайте введем тут любую, например. DDT. Что такое осень? Вы вводите песню, которая нужна вам. Нажимаем найти. Так вот оно нашлось. Нажимаем на эту ссылку. Вот результаты поиска. Видите? Один раз. Нажимаете, когда появляется вместо стрелочки вот такая как бы рука с указательным пальцем. И нам нужно ее скачать. Так как у нас мы скачиваем песню, то нам нужно скачать аудио формат. Аудио формат здесь, видите, здесь предлагаемые все форматы справа. Мы выбираем mp3. Нажимаем mp3. Вот что я вам хочу показать. Видите, при скачке на этом сайте музыки или какой-либо другой информации, нужно ввести код на картинке. То есть сначала вводите код, потом можно скачивать. Это делается для того, чтобы сайт убедился, что вы как бы не робот. Вводим 61, 44, 6. Нажимаем скачать. Сейчас вас могло перебросить на другую страничку. То есть здесь открыться еще одна страничка с непонятными рекламками. Такое бывает. Это тоже реклама. Так скажем, опять зарабатывают деньги обладатели сайта. Закрываем ее. И вы сейчас читаете, скоро начнется скачивание. Если оно не началось автоматически, то нажмите на эту ссылку. Ну, немножко подождать надо обычно. Несколько секунд. Если, как вы видите, не скачивается, то нажимаем ссылку. Нажимаем ссылку и переходим на скачку файла. Нам нужно его опять сохранить. Сохранить. Нажимаем и выбираем. Допустим, здесь предварительно создайте папку музыка. Как создавать папки, я надеюсь, вы помните, да? Открываем мой компьютер. Диск D. Правой кнопкой мыши. Создать. И папку. И называем ее музыка. Она у меня уже вроде есть. Да, вот моя музыка. Нажимаем скачать еще раз ссылку. Сохранить. И убираем здесь компьютер. Диск D. И моя музыка. И все. Сохранить нажимаем. Вот происходит процесс скачивания. В принципе, вот и все, да? Ничего сложного, как вы видите, здесь нету. Ищите программу. Бывает, искать приходится достаточно долго, потому что никто, разумеется, не хочет бесплатно отдавать программу. Это просто программа сама по себе бесплатная. А бывает так, что вам понравилась какая-то программа, она платная. Но все равно ее можно найти в интернете бесплатно. Приходится искать достаточно долго, скачивать разные виды программ. Ну и, в общем-то, так скажем, методом тыка искать их. Еще я вам в дополнениях хотел бы показать один замечательный сайт. Торрент. Но сейчас он называется по-другому. RootTracker.org. Где можно скачать практически все. Огромный файлообменник. Им пользуется очень много людей. Миллионы, может даже и десятки миллионов. Да? Так, это наш процесс скачки. Вот сейчас давайте пока зайдем на этот сайт. RootTracker.org. Да? Сейчас я его скопирую. Кое-откуда. Вот отсюда. Да, вы не смотрите. Сейчас вот. Вот так. Огромный файлообменник. Отсюда можно скачать хоть что. Музыку. Фильмы. Какие-то обучающие видео, мультики. Ну, видите, тут прям все разбито. Если вам интересно, то посмотрите в дополнениях. В дополнительных уроках. Я там расскажу, как скачивать, как регистрироваться на этом сайте. Но, в принципе, тут ничего сложного нет. Да? Очень полезный сайт. Я из него скачиваю достаточно много информации. Очень-очень много фильмов. И что хорошо, здесь все, так скажем, бесплатно. Вот процесс скачки подходит к концу. Можем нажать сразу, кстати, открыть папку. Посмотреть, в какой папке он находится. И вот DDT, что такое осень. Все. Я надеюсь, понятно объяснил, как скачивать, откуда скачивать и как искать информацию. Благодарю за внимание. До встречи в следующем уроке. Продолжение следует. Продолжение следует.